Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» – совместный проект национального телевидения и прокуратуру Чувашской республики. И я, ее ведущий, Альберт Петров. Хочу сообщить нашим телезрителям, что мы несколько обновили формат нашей передачи, постарались сделать ее более интересной и доступной. Теперь в начале каждой передачи мы будем передавать новости из прокуратур городов и районов республики, информировать о результатах прокурорских проверок, судебных процессах, приводить примеры защиты нарушенных прав граждан. Прежде чем перейти непосредственно к теме, которая будет обсуждаться в эфире, ваше внимание представляется краткий обзор новостей прокуратуры. Прокуратура Яльчикского района продолжает бороться за безбарьерную среду. В поле зрения правоохранителей попали сельские магазины с необорудованными пандусами на входе. После проверки были составлены иски на пятерых предпринимателей. По решению суда их привлекли к административной ответственности. Установить пандусы они обязаны в двухмесячный срок. В Ленинском районном суде города Чебоксары вынесли приговор в отношении жительницы Новочебоксарска. Приехав на свидание к осужденному, она пыталась передать за колючую проволоку наркотические вещества. Запрещенную посылку обнаружили в ходе досмотра. Требования прокурора в суде удовлетворили полностью. Женщине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. А житель Чебоксар теперь может отправиться в места не столь отдаленные на 8 лет. Во время составления протокола мужчина попытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Автомобилиста привлекли не только к административной, но и головной ответственности. Материалы прокурор передал в суд. Прокуратура Цивильского района добилась фактически отстранения должности генерального директора одной из строительных организаций за нарушение законодательства об охране труда. К примеру, руководитель не обеспечил каменщиков средствами защиты. К административной ответственности гендиректор привлекался и раньше, причем за аналогичные нарушения. В суде вынесли решение о его дисквалификации с руководящего поста сроком на один год. Тема сегодняшней передачи посвящена вопросам защиты прав субъекта предпринимательской деятельности. В современных условиях развитие и поддержка российского бизнеса является гарантом экономической стабильности государства. От этого зависит и конкурентоспособность отечественной продукции, и качество оказываемых услуг потребителям, и бюджетные возможности нашей страны. Однако сложно достичь положительных результатов, если права предпринимателей надежно не защищены от произвола и беззакония. Насколько сегодня в республике обеспечена законность при взаимодействии властных структур субъектами предпринимательской деятельности, какова роль прокуратура в защите прав предпринимателей и какие меры ответственности существуют за их нарушения. На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в нашей передаче. Сегодня у нас в студии старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдения прав предпринимателя прокуратуры Чувашской республики Андрей Владиславович Королев. Здравствуйте, Андрей Владиславович. Здравствуйте. Андрей Владиславович, тема сегодняшней передачи посвящена вопросам защиты прав субъекта предпринимательской деятельности. Но дело в том, что у предпринимателей на самом деле очень много проблем. Они связаны с различными вопросами, но чаще всего они сталкиваются с проблемами именно при осуществлении государственного контроля, муниципального контроля, при проведении проверок различными надзорными инспектирующими органами. И вот здесь бы хотелось уточнить, все-таки деятельность государства направлена только на защиту прав предпринимательской деятельности, то есть тех организаций и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность связана с различением прибыли, или все же наша государство защищает все организации, независимо от форум-собственности, независимо от того, является ли она коммерческой или некоммерческой? Я бы сказал несколько шире. Действует федеральный закон номер 294 ФЗ, он называется «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля», который распространяет свои действия не только на коммерческие организации, но также на те организации, которые не ставят своей цели извлечения прибыли, то есть на некоммерческой организации. Вы сейчас упомянули о законе о защите прав предпринимателей при осуществлении государственного муниципального контроля. Действительно, на сегодняшний день существует масса контролирующих органов, различные инспекции, службы и так далее. Казалось бы, все эти органы направлены как раз-таки на то, чтобы предприниматели соблюдали закон. То есть, они призваны все-таки влезти закон. И получается так, что, видимо, в их деятельности тоже есть нарушение, поскольку есть такой закон. То есть, получается, они сами нарушают закон при осуществлении проверок. Я правильно понимаю? Вы правы. Надзорная практика показывает о том, что не всегда проверяющие должные лица относятся к своим обязанностям в соответствии с требованием закона. Общие требования прописаны в 2-4 законе, мной уже названном. И, соответственно, представьте ситуацию, когда к предпринимателю, либо субъекту малого и среднего бизнеса, юридическому лицу приходит проверяющий и требует представить документы, их копии. Требует выделить ему внимание, еще какие-то требования выставляет. Вас отнимает определенное время, отвлекает от бизнеса, от ваших хозяйственных дел. И поэтому федеральный закон был призван ограничить от необоснованных проверок бизнеса в этой сфере. И регламентировал порядок действий проверяющего. Как мы уже помянули, контролирующие органы наделены полномочиями по проведению проверок. Как руководителю организации или предпринимателю определить, законно ли проводится проверка, на что необходимо особо обратить внимание? Во-первых, закон предусматривает о том, что проверки бывают нескольких видов. То есть, плановые, внеплановые, документарные, выездные. Для каждой проверки, названной, необходимы основания. Соответственно, органы прокуратуры согласуют как и плановые, так и внеплановые проверки. Что касается плановых проверок, то есть, органы госконтроля представляют проекты таких плановых проверок. Органы прокуратуры смотрят, соответственно, оценивают на предмет законности и обоснованности планирования. При установлении фактов незаконно планирования эти проверки исключаются. Об этом мотивированно уведомляется орган госвласти, который собирается проводить проверки. А как представителю конкретной организации, либо предпринимателю узнать, когда в отношении него будет проводиться плановая проверка? Об этом информация где-то имеется? Да, органы прокуратуры формируют ежегодный сводный план проверок на очередные года. И, соответственно, эта вся информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации и на сайтах региональных прокуратур. В том числе и на сайтах органов госвластия, которые проверки такие планируют. А когда проводятся внеплановые проверки? Внеплановые проверки общие требования прописаны в законе. То есть, следующее, это когда возникает необходимость контроля заранее выданным прописанием, когда поступает обращение потребителя о нарешении его прав, как потребителя услуг, когда есть поручение президента России, правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий. И, соответственно, когда поступает в органы, контролирующие информацию о фактах угрозы причинения вреда жизни, здоровья гражданам, растениям, окружающей среде, безопасности государства, когда возникает угроза возникновения каких-то теногенных аварий, катастроф, либо когда есть факты непосредственного причинения такого вреда. И вот в последних двух случаях такие проверки согласуются с органами прокуратуры. А такая информация может поступить от каких источников непосредственно? Откуда такая информация может поступить, в частности? Может быть, из средств массовой информации, может быть, из иных общедоступных источников, может быть, поступить обращение гражданина, которые содержат такие сведения. В Чувашии имели место случаи, когда действительно нарушался закон при проведении проверки? И какой случай можно привести в качестве примера? Да, действительно проводилась проверка по обращению автотрансовой организации о незаконных действиях в отношении этого юридического лица. По результатам контрольных мероприятий, надзорных действий, соответственно, были установлены, что проведенные действия в отношении юридического лица были проведены законно, с превышением полномочий. То есть фактически проверяющие проверяли хозяйственную деятельность этого автотранспортного предприятия, не имея при этом на то законных основ. Спасибо, давайте покажем сюжет об этом. Это видео снимали для отчета о рейде, но в итоге оно сыграло злую шутку с самими проверяющими и стало доказательством их вины. На кадрах отчетливо видно, что государственные инспекторы заходят на территорию автотранспортного предприятия номер два. Вы механик? Да. А у вас транспортные средства на яму загоняются, смотрят предрессы? Вот, пожалуйста. А на какую, где эта яма, можно посмотреть? Вот она я, раз. Не видел, вот сколько написали на машину? Вот, сейчас вам покажу. Ага. Вчера, вчера. Прежде чем. Вот, вот эти все машины проверены, поэтому сегодня я их могу не проверять. Но в прокуратуре республики выяснили, что инспекторы не имели права проводить проверки на территории предприятия. Ведь изначально досматривать автобусы им поручали только на маршрутных линиях. Но, видимо, забыв об этом, сотрудники транспортной инспекции начали изучать работу самой организации, которая осуществляет перевозки. Я не знаю, у вас документы есть? Да. Распоряжение. Распоряжение. Уведомление есть. А вы с вами разговариваете? Не понял. А, давай, хорошо. Сейчас. Нет, дайте, пожалуйста, копию. Вердикт работе автотранспортного предприятия инспекторы вынесли уже спустя 10 минут. Специалисты усмотрели целый ряд нарушений. Но руководство организации заподозрило и самих проверяющих в нарушении закона. На сотрудников Государственного автодорожного надзора были заведены административные дела. В мировом суде действия инспекторов признали незаконными. Их привлекли к дисциплинарной ответственности. Марина Рябцева, Дмитрий Ковалев, Республика. Проводится ли прокуратура взаимодействие с общественностью в рамках как раз-таки осуществления деятельности по защите прав предпринимателей, с общественными организациями, в том числе деятельность которых направлена на защиту прав предпринимателей, и каким образом организовано это взаимодействие? Да, в прокуратуре республики действует Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса. Аналогичные Общественные советы действуют также в четырех крупных горах и прокуратурах нашей республики. Они действуют довольно-таки эффективно. На них обсуждаются конкретные вопросы и проблемы предпринимателей, в первую очередь малого и среднего бизнеса. Бывают случаи, что по результатам этих заседаний принимаются меры прокурорские реагирования, направленные на восстановление прав предпринимателей. К примеру, на очередном заседании Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса в прокуратуре Чувашской республики были рассмотрены ряд обращений хозяйств субъектов, которые относятся к категории субъектов малого и среднего бизнеса, на нарушение их прав одним из органов местного управления на выкоп арендуемого имя имущества с учетом налоговой льготы, то есть без учета НДС. По результатам проведенной проверки и по результатам рассмотрения доводов заявителей они были признаны, обоснованы, нарушения подтвердились, принято решение о принятии меры прокурорского реагирования и, соответственно, права предпринимателей и юридических лиц были восстановлены. Спасибо. А нам бы хотелось сказать несколько слов о ТПП Чувашской республики, чья деятельность в том числе направлена на защиту прав предпринимателей. Одной из главных задач ТПП Чувашской республики является представление и защита интересов предприятий и предпринимателей. Конечно, эта услуга больше востребована для представителей малого и среднего бизнеса, поскольку у крупных предприятий, как правило, есть серьезные юридические службы, разветвленный персонал и так дальше. И, вы знаете, в палату очень часто обращаются, но не в плане жалоб конкретных писем, а вот во время проведения наших мероприятий, круглых столов, семинаров, каких-то встреч, деловых мероприятий различных, мы изучаем мнение предпринимателей по тем или иным проблемам развития бизнеса. И дальше мы пытаемся, если можно так выразиться, обобщить, так сказать, вот эти материалы, своеобразную, так сказать, аналитику привлечь для понимания проблем и вбрасываем эти вопросы на различные площадки. Очень эффективно работают такие структуры, как общественный совет, например, при прокуратуре Чувашской республики, при МВД Чувашии, при управлении федеральной антимонопольной службы, налоговой службы. Там есть предмет как раз обсуждения неких вопросов, проблем, которые сдерживают развитие предпринимательства. Скажем, очень часто бывают совместные проверки, например, налоговых органов и органов внутренних дел. Это связано и с выемкой документов, и, значит, с выемкой, так сказать, изъятием каких-то там средств компьютерной техники и так далее. И мы понимаем, что есть вопросы регламента, сроков, и можно, грубо говоря, уложиться в сроки, например, месяц. А можно ускорить процесс и за неделю, за две недели решить какие-то вопросы. И если это требует каких-то вопросов, связанных с решением быстрого, вопросов, связанных с деятельностью предприятия, экспортной деятельностью и так далее, мы, значит, озвучиваем эту, так сказать, проблему, и, как правило, сроки как минимум не затягиваются, а, может быть, даже ускоряются. Вот такие вот вопросы. Есть вопросы в сфере, возможно, избыточности некоторых требований при определенных проверках. Мы не вмешиваемся в процессуальный процесс ни в коем случае. Но, когда речь идет о необходимой достаточности для исследования тех или иных вопросов, ну вот озвучивание этих вопросов просто помогает, как бы, разумно искать в достаточной степени, ну, скажем, степень достаточности для проверочных мероприятий подойти к этим вопросам. Для того, чтобы обратиться в торгово-промышленную палату за той или иной формой поддержки, конечно, мы не ставим условия обязательное членство. Мы стараемся помогать всем предпринимателям. И дальше, как правило, надеемся на то, что наше, значит, сотрудничество продолжится. И, как показывает практика, многие из обратившихся к нам предпринимателей не членов торгово-промышленной палаты затем принимают решение о вступлении в палату. И это радует. Спасибо, Андрей Владиславович, за столь подробное освещение деятельности по защите прав предпринимателей. А я еще раз напоминаю, что с нами был старший прокурор отдела по назору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Чувашской республики Андрей Владиславович Королев. Как видим, несмотря на, казалось бы, наличие конкретных норм закона, направленных на защиту прав предпринимателей, на деле они далеко не всегда соблюдаются. У представителей контроля надзорных органов до настоящего времени все еще высоким остается соблазн воспользоваться своими полномочиями не всегда на законах и обоснованных основаниях. До установленной процедуры эти действия нередко нарушаются. И здесь нужно повышать правовую культуру не только самого предпринимателя, но и должностных лиц, осуществляющих контроль за ними. Необходимо четко понимать, что служа за государством, нужно служить еще и народу. А предприниматели – это тоже народ. До новых встреч в эфире.